Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю просто такое разговорное видео мысли вслух, которые многие из вас очень сильно любят. Со мной, конечно же, такси. И я просто поговорю о том, что сейчас происходит, о чем-то новом, о работе, о том, что я пока остаюсь в Париже, о переезде. В общем, все, что приходит мне в голову, поделюсь с вами новостями. Просто поговорим, потому что я очень люблю разговорные видео. Мне нравится это ощущение, что я сижу и говорю как будто с близким другом. Но, если вы будете не против, я буду еще есть, потому что я сегодня ничего не ела. Уже где-то час я еще ничего не ела, и сегодня была на двух тренировках. Одна тренировка обдой, и обдой это пресс, попа, ноги, все такое. Потом я еще была на тренировке на руки. Мы ездили в Джоин Джуз, потому что я хотела на завтрак Джоин Джуз. И вот он мой Спайси Тюна. Хорошо, что видео не продают запахи, потому что у вас бы сейчас слюни текли. Начну с самого главного. Я приехала, мы приехали с Лешей, с Дони. Мы сейчас живем вдвоем и с Дони. До этого мы жили с Юлией и Далией. Мы снимали квартиру вместе. Изначально мы снимали квартиру вместе на Манматере с Далией и Юлией. Потом мы сняли в другом районе. И вот в эту квартиру, собственно, и приехал Леша. Мы пожилили и как-то пришли к решению, что нам лучше жить отдельно. Потому что, ну не знаю, как объяснить. Просто вот мы решили жить отдельно. Не очень удобно, когда две, скажем так, пары, семьи, я не знаю, как правильно объяснить, живут вместе. И поэтому мы решили, что мы будем жить отдельно. И пару дней назад и Юлия и Далией переехали, и мы переехали. Мы сейчас живем по разные стороны рек. Мы живем сейчас прямо на Бастилии. Они живут через реку на стороне Нандердама. Как вкусно! После приезда мы пока еще не видели. Вообще, я думала, что я уезжаю обратно в Украину в октябре. Потому что срок действия моего нахождения в Европе подходил к концу. В эти даты мне было очень грустно. Понятное дело, я не хотела возвращаться в Украину. Не потому что я не люблю Украину, а потому что здесь у меня начинается работа. У меня хорошее агентство, у меня хороший кастинг. Тут все у меня хорошо. И я не хотела возвращаться назад в Украину, когда у меня сейчас только начинаются работы. Идут как-то дела вверх. И, конечно, я была очень огорчена. И так сложилось, что я уже понимала, что мне придется ехать в Украину. Мы сняли эту квартиру на определенное количество дней до моего уезда. И вчера я узнала, что я могу остаться здесь еще дольше. И мне сделали документы, по которым я могу легально находиться во Франции. Еще мне не надо ехать в Украину. Чему я несказанно рада. Я очень благодарна моему материнскому агентству, моему французскому агентству. Вообще, спасибо им большое. Я просто сказала, что у меня заканчиваются дни. Мне надо выезжать в Украину. И, может быть, я смогу в Украине сделать визу и вернуться. Но они нашли выход и сделали мне документы, находясь во Франции. И теперь я могу еще находиться тут до конца года. И потом мне могут пропить эти документы. В общем, все хорошо. Я остаюсь в Париже. И нам придется снова искать новую квартиру с Лешей. Потому что эту квартиру мы нашли только на месяц. Потому что я думала, что через месяц я уезжаю. Вот такие вот новости. Но ничего, найдем еще что-то лучшее. У меня уже есть хорошие варианты возле Лувра. Я надеюсь, мы договоримся с ними. И мы будем жить там, в этом районе. Или поищем квартиру в районе первом, где мы жили с Лешей. У меня он очень нравится. Это бульвар Севастополь. Сейчас я укушу еще раз. Я такая голодная. Поэтому я возвращаюсь активно в тренировки. Потому что у меня было такое расслабленное настроение. Я думала, ну, раз я через месяц буду в Украине, Николай меня снова натаскает. Но нет, я не буду через месяц в Украине. Поэтому я буду очень активно заниматься здесь спортом. Чтобы не терять свой мышечный корсет, который я приобрела с Николаем. Расскажу про работу. Кастингов сейчас не особо много. Из-за того, что коронавирус. И многие клиенты боятся заразиться. И очень многие кастинги проходят онлайн. Ну, то есть, предварительный отбор идет онлайн. И у меня были несколько, два, если бы точные, хороших реквеста. Реквест это когда клиент делает запрос на тебя. То есть, он увидел твои снэпы, твои полароиды. Снэпы это без макияжа, без ничего фотографии, видео. Видел твои тестовые съемки, твой бук. И он делает запрос, что он хочет увидеть именно тебя. И вот такие сейчас кастинги у меня были. У меня было два очень хороших кастинга. Новостей пока по ним никаких нет. Но то, что это были реквесты, это меня радует. У меня никогда не было таких хороших кастингов, как сейчас. Как сейчас. То есть, для меня это так необычно. Я привыкла, что я в Азии была. И там, понятно, такого уровня нет кастингов и работ. И я каждый раз, когда я иду на кастинг, сейчас, может, сейчас заплачу. И у меня такое чувство, что я наконец-то дошла хотя бы на тот пункт назначения, куда я всегда целилась. И сейчас у меня хотя бы есть шансы получать хорошие эти работы. Раньше у меня даже шансов не было. Меня никто не хотел брать в Париже раньше. И представляете, сейчас, когда мне 25, 25, это для моделей немало. Меня взяли, наконец-то, в французское агентство. И мне очень нравится, как они работают, как они занимаются. То, что они не сделают документы, это тоже своего рода показывает очень важную заинтересованность. И мне очень приятно, что мое материнское агентство не сдавалось. Потому что было много отказов раньше. Но все равно верили в меня. Для меня это очень важно. В общем, для меня вот такие человеческие отношения в работе очень важны, когда ты видишь такую положительную отдачу, если так можно сказать. Вот так, для работы. Я думаю, пока у меня никаких работ нет. Да, вроде пока ничего нет. Но очень все быстро происходит. Например, однажды мы гуляли с Лешей, и позвонил мой букер, и говорит, Инна, ты должна сойти сейчас на кастинг. Я говорю, я уже шла домой в зал. И он просил меня сфотографироваться, как я выгляжу. Я сфотографировалась, он сказал, иди. И я пошла в Сифору, замазала. У меня, помните, был синяк такой огромный. Замазала синяк там тоналки какой-то, и пошла на этот кастинг. То есть все происходит очень спонтанно, резко, и ты никогда не знаешь, когда у тебя буткастинг работа. У меня так неловко есть в кадре. Я знаю, что есть такие видео, мукбанги, да, когда люди едят и говорят что-то. Я просто очень хотела есть, очень хотела есть, очень хотела поговорить, хотела, чтобы это реально было как-то неестественно, потому что потом мне надо поработать, ну, как инфлюенсеру, подвечать на имейлы, распланировать, что я кому должна, когда сделать какую интеграцию, коллаборацию. Вот. Я говорила, что сегодня плюс 3-4, и вчера плюс 3-4 было. В Париже какая-то аномальная жара. В этом днём я присижу дома, гуляю утром, вечером. Скоро должны выходить разные мои тесты, которые я снимала. Я буду их выставлять в Инстаграм, если вам интересно. Ну, разные съёмки, которые вы видели на Ютюбе. Я буду постить результат в Инстаграм, поэтому мне будет приятно, если вы присоединитесь ко мне в Инстаграме, если вы со мной здесь, вот, не знаю. И вообще мне очень приятно, когда мы с вами общаемся в Инстаграме, потому что у меня был такой момент, когда я что-то пишу, реально рассказываю от души, чем-то делюсь, спрашиваю, чтобы узнать ваше мнение, например. И когда я не вижу отдачи, мне как-то грустно. То есть я это делаю не ради отдачи, понятно, но я бы хотела, чтобы мы общались, ну, чтобы было какое-то такое более тесное общение, я не знаю, как объяснить. Ну, в общем, я иногда расстраиваюсь, но потом лень писать. Даже не лень, у меня нет мотивации писать, мне кажется, никто не читает, что я пишу, и я пишу в пустоту, а я же хочу найти какой-то отклик и отдачу. Ну, не отдачу, а я хочу найти, может, своих родных душ. Я очень люблю эту песню. Может быть, я люблю такую музыку. У меня никогда не надоедает вот такая вот музыка. Я поняла, что я в последнее время стала очень закрытой, и я бы... Если вы из Парижа, мы можем с вами увидеться, не знаю, на кофе или ещё на что-то. Поэтому, если вы из Парижа, напишите мне, если вы хотите погулять, можно винтажный рынок сходить. Потому что, не знаю, мне стало интересно новое общение. Я это поняла ещё в августе, я помню. Я должна была встретиться с одной девушкой, она мне написала, позвала мне на винтажный рынок. Но потом у меня перестал работать мой мобильный оператор, и я потеряла с ней как-то контакт. Поэтому, девочка, если это увидишь, напиши мне ещё раз. Я не пропала. Я не пропала, Доннингавки. Я просто потеряла свой доступ к старой сим-карте. У меня новый французский номер. Расскажу про волосы. Это тоже многих волнует, этот вопрос. Я не стригу волосы, как вы видите. Они у меня отрастают, как отрастают. Уже довольно длинные реально стали. Если я вспоминаю зиму, когда они отпали, можно сказать, что у меня скоро коры уже будет. Ну, не прям скоро, не завтра, не послезавтра, не через месяц, не через два. Но уже близко. Я просто не знаю, что с ними сделать. Я хотела подстричь их ещё недели-две назад, даже больше. Я опять-таки писала своему букеру и скидывала фотографию перед одним кастингом. Говорю, может, мне подстричь? Он сказал, нет. Как он это объяснил, почему нет? Он сказал, что если клиенту будет надо, они тебя и так подстригут. Ну, как-то, не знаю, никто мне не говорит, стричься. Я хотела посоветоваться с агентством, что делать, как мне лучше. И поэтому, пока вот они отрастают, и отрастают. Может быть, за несколько месяцев, пока я здесь, они вообще у меня реально отрастут до какой-то определённой длины. Ну, такая судьба моих волос. Я помню, что я обещала. Я сниму рецепт с пайси тюны для вас. Потому что если в вашем городе нет джоуэнджуэс, вы должны попробовать этот нереальный вкус. Я сниму пошагово. Я уже разбирала сэндвич, я посмотрела, что там, в каких количествах. Поэтому мы сделаем всё максимально точно. Я вообще хотела бы снять тренировки дома, хочу поделиться теми упражнениями, которые я делаю, базовыми такими, для тех же рук, ног, пресса, потому что я знаю, не у всех есть время на походы в спортзал, сейчас началась учеба, работа, и очень сложно иногда найти время, даже я понимаю, когда у меня было много съемок и кастингов, я 4 дня не успевала пойти в зал, потому что не было времени, я наконец-то поняла, как это нет времени, и мне это ощущение очень нравилось, когда ты занят, и тебе не хватает времени на что-то. Теперь поговорим про что? Про шамбари, много было вопросов про шамбари, мы будем делать распродажу на всю старую коллекцию, на тренче даже, которые вы любите, поэтому переходите на аккаунт шамбари, если вы хотите что-то купить, там будут очень большие скидки, но они продлятся всего 2 недели, я думаю, и потом мы убираем все эти вещи с продажи, и их купить уже будет нельзя, поэтому это будет последняя возможность купить тот самый офигенный зеленый тренде, который я люблю больше всего на свете, что бы мне еще рассказать, что бы мне еще рассказать. Очень много вопросов было про цены в Париже, я думаю, лучше снимать отдельное видео на эту тему, я пока так вкратце скажу, сколько стоит примерно квартира, например. Комнату в Париже можно снять где-то за 600 долларов, о, евро, извините, евро, а квартиру, ну где-то, наверное, от 1000 до бесконечности. Ну, такого уровня, как я хочу снять квартиру, будет стоить, мне кажется, 2-2 500, потому что я очень хочу такие окна, как в этой квартире, или вообще балкончик такой, как был на Севастополе, мне нравятся большие вот эти французские окна, французские балкончики, мне нравится, когда светло, мне нравятся красивые дома напротив, вот я сейчас сижу, смотрю на красивый дом, меня это вдохновляет, я хочу жить в центре, я хочу взять, чтобы была там комната большая одна. В этой квартире, кстати, 2 спальни, Леша сейчас сидит во второй спальне, где мы спим, и там у него его рабочая зона, а это моя такая комната, спальня, где моя косметика валяется, там сумки мои лежат, там какие-то вещи, я тут сижу, монтирую, в общем, такая зона уединения, в общем, в этой квартире, которую мы сняли, 2 спальни, и это, на самом деле, очень удобно, то есть здесь есть зал, 2 спальни, понятное дело, кухня, ванная, ну, не ванная, а душ, если хотите, помашите рукой, я сделаю рум-тур, что аренда жилья, мне кажется, примерно вот в таком диапазоне, зависит от ваших запросов, понятное дело, может, выходить в квартиру за 10 тысяч евро, да, или комнату, поэтому все будет по-разному, но основная затрата, мне кажется, в Париже, это все-таки аренда жилья, потому что цены в супермаркетах, мне кажется, такие же, как в Украине, такие же, как в России, даже некоторые позиции дешевле, некоторые дороже, но в целом здесь не дороже, чем в Украине или в России. По поводу проезда не знаю, честно говоря, я не езжу на метро, очень редко, буквально я пару раз ездила на кастинг, когда спешила, один раз на съемку, но проезд, по-моему, стоит 2 евро, но можно купить какой-то билетик, и будет проезд стоить 10 евро, 10 поездок, то есть на поездку будет евро стоить, и можно проездное сделать себе на месяц. Мы катаемся в слешной самокате, вот есть такая штука, как каршеринг, ты можешь брать машину, как самокат и оставлять в определенном месте, и там стоит это 30 центов в минуту вроде бы, все зависит от ваших желаний. Я обязательно обещаю, сниму и закупку продуктов, и распишу цены более подробно, потому что многим это интересно, я понимаю почему, многие хотят приехать, многие хотят понимать, когда они приедут, сколько они будут тратить, и так далее, поэтому я обязательно сделаю для вас подборку, с радостью. Я еще так долго никогда не ела сэндс, и то, что я говорю, я не успеваю его кусать, мне как-то некомфортно. Это, конечно, не бьюти-видео, но я хочу вам посоветовать одну классную штуку, которую я купила. Купила ее в сифории, это от Glam Glow, я не помню, сколько она стоит, 50 или 40 евро. Она называется Glow Starter, но это не маска на самом деле, это, в общем, мега-блеск, для лица сияние, увлажнение, очень крутая штука. Я взяла самый светлый тон, она внутри вот такого вот цвета, боже, что я снимаю, это же были мысли вслух. И когда ты ее наносишь на кожу, видите, не видно, ну, в общем, сияющий такой эффект, как будто бы, не знаю, мне очень понравилось, я довольна покупкой. Скучаю по сестре своей. Недавно поняла, что когда я приеду в Киев, обязательно хочу, чтобы она снова приехала, мне с ним было очень весело. Очень люблю свою сестру. Это был перец халапенья. О, боже. Ой, сейчас заплачу. Видите? В общем, скучаю по своей семье. Хочу, чтобы открыли границы, они приехали сюда, в Париж. В моей стороне была в Париже, я думаю, ей очень понравится. Я бы хотела с мамой походить, каруасаны поесть, попить вино. Очень реально жду, когда откроются границы. Хочу, чтобы все могли свободно путешествовать. Все было хорошо. Ну, в общем, такой был у меня экспресс мыслей вслух. Я была очень рада с вами поговорить. Я даже половину сэндвича не съела. Но вот не могу я есть на камеру. Мне как-то некомфортно, что вы смотрите, как я ем. Сижу и реально наслаждаюсь тем, что вижу в окне. Я вам сейчас покажу. Музыкой за день. И процессом, что я могу просто сидеть и говорить, что мне приходит в голову. Вам за просмотр. Это я была рада с вами поговорить. Надеюсь, вы кушали вместе со мной. Они смотрели в мой рот. А вот, кстати, это то, что я купила на винтажном рынке. Видите? Мне кажется, это офигенная покупка. Это винтажный Christian Dior. Такая вот цепочка. Я купила ее за 25 евро. Представляете, за 25 евро эту красоту. Я в шоке. Мне очень нравится. Она идеально подходит сюда, мне кажется. Лосины домашние. И майка. Все. Вот, смотрите, здесь таксочка моя спит на солнышке. Он очень любит на солнышке лежать. Я закрыла окна, чтобы не было шума. И вот такой у меня вид из окна. По-моему, очень красиво.